шестеренки и шестеренки также захватываем ткань и друг против друга как будто размалываем как жерновах то же самое удобно и на иголицы где большие группы мышц лопатка уже покраснела да и теперь у нас поднимаем ее в трех местах захватили здесь здесь и здесь если захватываем пальцами то будет больно тем более твоих узлы да поэтому лучше такую чашечку вот эта поверхность подняли здесь здесь мы за плечо протислее то есть лопатка у здоровья человека должна отрываться от стола если она прилипла к столу да вы не можете поднять это значит что передняя дельта укорочена да и мало грудная мышца укорочена она развалит по плечу вот так вот прям он нельзя оторвать бывает поэтому расслабляем приподняли подняли и в третьем месте приподняли отпустили лопатка должна вываливаться и плюхаться на стол теперь берем от этого уголка и растрясли лопаточку так мелкой вибрации такая приподняли и растрясли лопатка не набывается на на стол подплюхается теперь приподняли и перекидываем как пинг-понг и теперь покрываем гиперемии всю спину этому двойной кольцевой захват делаем кулаками лапа леопарда вот прошли всю линию сбоку и прошли линию сверху можно еще вот так вот пощипать с прокруткой защипили и прокрутили до сюда все покраснело теперь техника называется метелка рука расслаблена и всегда 2 это руку управляет получается тут низко стерна холодная здесь горячая я низкая другой рукой потому что сразу же она превращается в лапу леопарда мы растираем снизу вверх уже вы что глубоко уже вот как растет можем человека уже в этот момент поздравить со здоровым рувянцем на пол спины это значит да круто туркер кожи отлично только ткани в норме коробращение хорошее и температура здесь уже горячее чем здесь даже до покраснения довели теперь то же самое движение только кулаком попарывает обрали мышцам так острием кулаком внедрились и расшатываем с утяжелением продолжается вибрация нашлись это кожа более глубокие если человек не терпит вот этого острия до растяжек тогда можно по площади сделать так плоский плоский сделать помягче да если у женщин бывают лопатки тут растет слишком близко расстояние до поможем бочком это пройтись мужчин какая лопатки шире особенно ты спортом атлетикой занимаются да кулак спокойно проходит у женщину можно так вот бочком растрясли значит теперь прием называется открываем ключи шрузов внедряюсь кулаком прямо между астистами и параллитебральными мышцами и вот мышцу отрепляем от позвоночника одной рукой вторую должно прямо отодвинуться видеть отодвигается да прям уж сюда не кожа мышцы нужно работаем с мышцами повторая далеко руки не отрывает тело прямо по телу идешь и вот по телу окрепляются мышцы это мы открыли ключи шлюзов теперь открываем сам шлюз рука которая впереди она как бы главенствующего нас открыли шлюз спустили воду потекла вода открыли шлюз потекла вода открыли шлюз потекла вода это тоже самым прием когда вот если помнить там утюжки вот делали да потом эти семяшку рисовали вот так это когда мы делали массаж с двух сторон одновременно сейчас просто с одной стороны да получается еще открыли шлюз потекла вода пришлось спустили на самом деле мы лимфу спускаем до из отработанной зоны мы спускаем всю в переднюю часть назад возвращаемся захватили позвоночник стороны костяшками асэстер большим пальцем вот и расшатали его весь вот так вот вернулись назад здесь нас интересуют вот эти вот ппс сустав то есть поясничная повздошный сустав туда внедряюсь кулаком и большим пальцем многие не обращают внимание на там как раз самая большая проблема вот нам туда 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 поглубже туда заглазим далее большим пальцем сюда внедрились расшатали его как бы да вот расшатали прямо на сустав и по крестцу естественно 5 сросшихся позвонков да у него тоже есть ассисты отростки вот мы как бы ассисты отростки обходим обходим этот восьмерочкой доходим до конца крестца дисточка акупунктурная вертикально вниз продавили с вибрацией эту техника шаратсу то что я говорил да по две-три секунды далее где копчик начинается тоже придавили провибрировали потом 5 сросшихся позвонков между ними сколько расстояний 4 до 4 выхода нерва вот примерно через сантиметр подруга вот находится да может болезненно ну все эти выход нервов технику шаратсу проработали вернулись обратно к ппс его там так пожестче даже может ударовый палец поставить и прям вот забить вот туда разделить этот сустав и далее смотрите ягодицы визуально заканчиваться вот тут вот да но на деле подвздошная кость она выше вот так по диагонали идет у женщин бывает про сантиметров 8 10 выше мужчин где-то 35 сантиметров по вот этому подвздошному гребню мы прорабатываем ну либо кулаком либо лапа леопарда в общем можно пальцами да кто как терпит значит по росту мышц здесь по самому гребну и по мышцам которые крепятся сверху вверху три прохода получается раз два три уходим на ягодицу и теперь самую ягодицу кулаками хаотично размесиваем так где называется пекарь месяц тесто то есть развели соединили развелись и как можно в разных местах и сверху и сбоку и снизу со скручиваем вот сюда вот сюда вот все это так жестко достаточно проработали чтобы она была мягкая ненапряженная теперь прием называется куриная лапка когда у нас все пальцы на расширение идут мы поставили да на тело и вот они во все стороны раздвинулись большой палец тоже в ту сторону видите против всех пальцев раздвигается это не руйтесь назад назад не сбоку большой пальцем назад и сзади сзади он раздвигается помните почему это курина называется если куриного вы видели отрублены там засухали для дергаешь да и у меня все пальцы по сторонам расправляются значит ставим на вот это ппс получается большой палец отсюда а эти пальцы от крестца отодвигают мышцы вторую руку ставим сюда же но тут уже от тазобедренной кости отодвигают мышцы получается по очереди вот мы мышцы отодвигаем короткое такое движение а с этой стороны разрабатываем пояснице подвздошный сустав ведь и педикулярно так идет рука так или только так так вот друг через друга пальчиками доводим до конца до версии выберем кости мышцы же отсюда растут вот так вот и теперь уперлись в таз с этой стороны мякоть а любовь бельцовую кость бедренную кость него в тазовую и это рука делать шестеренки отверстия как бы за как циркуль и сверху вниз вот так прорабатываем место крепления мышцы здесь по центру и место крепления муж здесь три прохода получается техника шестеренка 2 проход 3 проход теперь опять же через эти мышцы кулаком раз проход прямо стыдем кулака 23 там мы увидим что какие-то мышцы будут натянуты да и наш кулак как бы как не через такие лучики натянуты струнки проходят если какая-то струна прям такая болезненная средний годичный то можно применить как раз метод релизинга по которому говорил взяли эту мышцу и поперек ли тянем на себя как мягко-мягко она как бы выкатывается выглаживается фасция и в противоположную сторону то же самое можно по диагонали сделать то и сюда и продольно вот ну на каждое движение примерно по минутке расходуется времени это я так немножко быстро показывала вот теперь продольно вдоль этих мышц кулаком с вибрации проходим вверх 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 прям по крестцу можно крестец вам достаточно мощная кость особенно у женщин по ней хоть кулаком под молотком можно бить и дальше смотрите по я вам говорил костями по костям будет больно по асистом отросткам соответственно костями не ведем вот здесь можно вести только дошли до нашего базиса да вот тут между ямочками дальше все кулак не идет но если мы положим вот так вот получается асисты отростки попадают ровно между этими костяшками либо этими соответственно вот так вот мы плоским кулаком расшатываем продолжаем расшатывать видите у нас постоянно вибрации постоянно присутствуют вибрации постоянно мы еще захватываем трапецию и тянем вверх за приходим натягиваем вверх на себя теперь декомпрессия но основном пояснично и грудного перехода один кулак все время стоит на крестце а другой также вот раскручиваю до позвонок ниже ниже на пояснице да и вот мы кулаками друг от лишь отталкиваем от растягиваем и чуть-чуть тянется чувствуешь ты чувствуешь вот таким образом дам с этой растяжкой вместе растянули соединился растянули соединился это получается каждый сустав у нас в нем нету никаких сосудов да он в кожухе находится он напитывается только закрывающих тканей и поэтому он должен дышать ну как бы его дышим суставом вдох выдох вдох выдох и снова лежали да и вот таким образом напитывается влагой становится полноценным здоровым полным таким таким целеньким далее захватили позвонки вот так вот растяжками живут этим пальцем глубоко внедрились тогда получается как раз мы попали на фасеточные суставы вот примерно два пальца а то есть отступить да вот тут находится фасеточный сустав внимательнее собственно говоря сам позвонок не хрустит позвоночный цилиндр а хрустят вот эти вот видите щели вот эти вот суставы они как и попали вот этим костяшками да с утяжелением попали до утяжелением и расшатываем прям вот эти позвонки стали коточки на место позвонок позвонок позвоночек вот на этом у нас заканчивается кулачковой техники и мы дальше переходим к локтевым техникам это уже будет прием нож входит в масло но об этом следующем видеоролике то есть мы расширяем от медленцы шире 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 отделяем таз от ребер об этом все началось эти номер 4 а сейчас с вами был олег алабудвин если вы с нами то ставьте лайки будьте на занятиях отрабатывайся на живой натуре и с новыми знаниями с практикой в руках вы идете в путь к дорогам по работам до новых встреч друзья